Более 70% IT-стартапов на рынке Украины и Сангей имеют более одного учредителя. Как правило, бизнес начинают единомышленники, но не надо полагать на то, что ребята, будучи друзьями, могут остаться друзьями на протяжении реализации всего стартапа. Итак, в этом видео я расскажу ключевые ошибки начинающих стартаперов, которые могут привести вас к краху. Никогда не оформляйте бизнес на одного партнера. Очень часто ребята сталкиваются с барьерами в виде сложностей с юристами или с бумажной волокитой. Вас не должно это останавливать, вы должны честно и правильно распределить доли в бизнесе, чтобы в будущем не возникали вопросы. Если это для вас на данном этапе стартапа нереально, вы можете зафиксировать договоренности с помощью имейла. Не допускайте фиксаций с помощью устных договоренностей. Не завязывайте процессы на одном человеке, а также не наделяйте SEO безграничной властью. Старайтесь сделать так, чтобы жизненно важные решения компании принимались коллективно. Это из личного опыта. Не оформляйте бизнес на друзей, потому что вы можете стать зависимыми от личных отношений с этим человеком. Если вам все-таки довелось это сделать, есть много качественных юридических решений, которые могут вас застраховать от последствий в будущем. Не забывайте, что распределение долей между партнерами это один из самых важных этапов при начале бизнеса. Обсудите все на берегу, то есть на начальном этапе, когда у вас формируется только бизнес-план. Обсудите и закрепите. Процентное распределение долей в бизнесе, конечно же, зависит от вложений. Человек может вложить средства, может вложить работу, может вложить свою идею. Поэтому все зависит от того, кто сколько вложений сделал. И в этом кейсе обязательно закрепите обязанности каждой из сторон, чтобы потом не возникло вопросов и один учредитель не мешал делать работу другого учредителя. Есть такой подход, кстати, как плавающее партнерство, о котором говорил в одном из интервью Startup Insider Юрий Гладкий. В чем заключается его смысл? Смысл в том, что, например, три партнера распределяют изначально не 100%, а, допустим, 60%. То есть каждый получает по 20%, а 40% мы подвешиваем. И потом по результату полугода или года мы пересматриваем эти проценты и подвешенные проценты распределяем между всеми учредителями. И так в плюсе будет тот, кто вложит больше своей энергии, больше своей экспертности, а также инвестиций. Получить прибыль со своего бизнеса можно двумя способами. Это распределение дивидендов, а также назначение заработной платы каждому из учредителей. Но пока бизнес не приносит прибыль, надо задуматься, на что вы будете жить все это время. Итак, мы смотрим на то, насколько операционно эффективный человек, который является учредителем, и какую должность он занимает в этом стартапе. И согласно рыночной оценке мы назначаем ему заработную плату. И учтите, она должна быть не больше и не меньше, чем рынок, чтобы не нарушать обмен со своим стартапом. Привыкните к тому, что есть два разных кошелька. Есть кошелек бизнеса, а есть кошелек личных средств. Никогда не путайте эти два кошелька и не доставайте с бизнеса деньги в личных целях. Это приведет вас к быстрому провалу. В крайнем случае можно доставать деньги из личного кошелька и докапитализировать бизнес. Так делали компании в кризис, в частности при коронавирусе. Но не стоит это делать слишком часто, и я бы посоветовал это делать в формате временного займа. То есть вы даете личный займ своей компании, который она обязуется вернуть в четкие сроки и с четким процентом по выплатам. Поэтому делайте так, и это будет отлично стимулировать вашу команду, как можно скорее вернуть ваши средства назад вам. Итак, резюмируем. Задача каждого из партнеров максимально ответственно подойти к формированию этого партнерства. Зафиксировать все на бумаге, договориться до начала бизнеса, а также распределить обязанности в этом стартапе. Не совершайте детских ошибок, потому как бизнесу они очень дорого обходятся. Специально для вас я записываю эти видосы, чтобы избежать этих ошибок. А также подписывайтесь на мой канал, он поможет вам расти быстрее. Продолжение следует...